Последние три года по языкам главных фэшн-брендов ходят российские модели агентства «Люмпин». Такие популярные в Париже и совсем не принимаемые в России. «Люмпин» себя позиционирует именно как нестандартное модельное агентство. Я на самом деле немного стеснялась. На фоне предыдущих отказов я не стала писать лично в «Доте». Я увидела, что есть такой способ кастинга. Можно выложить свое фото в Инстаграм с хэштегом «Люмпинмен». На первых порах кастинг в агентство проходило, в том числе и таким образом. Я ни на что особо не рассчитывая, просто выложила свое фото. Дуня меня нашла по хэштегу и сама мне написала. И, в общем, так я попала в «Люмпин». Это было в 2014 году. Ираида никогда не была в себе уверена. По ее словам, поднимала самооценку с самого дна. Работала архивариусом, менеджером, редактором архива на ТВ. За последние шесть лет Ираида Грид, как теперь ее знают во всем модельном мире, стала любимой ци Гуччи. Уже три года без нее не проходит ни один кампейн. Почтенный для модели возраст 29 и небольшой рост 165 не помеха. Всю жизнь считала себя некрасивой. Я как человек, который жил совершенно обычной жизнью, ездил утром на работу, вечером домой и так далее. И тут мне говорят, в общем, собирайся, едешь во Францию делать показ для Гуччи. У меня даже не хватает слов, чтобы описать, насколько это все было неожиданно, насколько ошеломляюще это все было, когда мне поступило первое предложение на первое шоу. Учитывая, что я, во-первых, никогда не воспринимала себя именно как модель, как человек, для которого это основная деятельность. И плюс еще такого уровня бренд. С тех пор, собственно, как меня забукировали на первое шоу для Гуччи, я делаю все шоу. Пока что не пропускала. Ты понимаешь, что где-то в метре, в двух метрах от тебя сидят просто все возможные сорта знаменитостей, которые только существуют в мире. Это актеры, это музыканты, это певцы. Начиная там от Джареда Лето, который, в принципе, как бы амбассадор и частый гость. Вот, Kanye West. У меня два шоу. Это вот первое, это Вэтмо, это самое первое шоу, на которое нас утвердили и на которое мы поехали уже от агентства. И второе, это когда нас пригласили на Болинсиабу. Первое шоу, это было летом. Это была культурная, по-моему, культурная неделя моды. И я тогда познакомилась с дизайнером. Тогда у них еще был креативный директор Демна. Я познакомилась с Демной и после мероприятия познакомилась с Лотой Волковой, с Ренатой Литвиновой. В общем, я тогда познакомилась с очень многими людьми, которые очень... которые меня восхищались. Виктория, танцовщица из Твери, ходит за Вэтман уже два года. Я на самом деле благодарна модельной сфере за то, что у меня о себе изменяется представление. И я очень рада, что сейчас происходят такие глобальные переходы в модельном, не только в агентстве, а в модели мире. Это как раз-таки то, что приходят модели дико нестандартные, не только по внешности, но и по параметрам, что вот эти вот стандарты 90-60-90, они в мировом плане, они уже не так востребованы как раньше. Авдотья Александрова – основательница и единоличная владелица антиагентства «Люмпин». Выпускница в ГИКа просто собирала красивые лица ВКонтакте, а потом решила поделиться ими со всеми. Светская Москва в 2014-м к этому готова не была. Довольно все известные личности, которые говорили, «Дуня, ну почему такие страшные? Почему?» И я говорю, вот с чего вы берёте, что страшные? Почему у вас такое отношение, что они именно страшные? Ну как? Ну вот не то, чтобы они прям некрасивые, а что вот они прям из фильма ужаса. Они же как бы очень долго привыкали к этому понятию «агли фэшн», которое я, в принципе, не считаю вообще, что это агли фэшн, то, что это было всегда. И это было и у Александра Маквинна, которого все обожали. И просто Александр Маквинн мог и так, и так. А сейчас появились бренды там, как «Вэтван», которые совершенно по-другому себя позиционировали изначально, и, естественно, для них это шок. Для них это тяжёлое восприятие действительности. Боже, мы таких никогда не видели. А я вот, я люблю подмечать такие лица. Мне интересны такие лица. Зеленова Надежда Александровна. А за кого лет? 40. А расскажите вас, чем вы занимаетесь? Совершенно полярными вещами. Моделинг и стройка, ремонт. Я профессиональный строитель. А лицо, наверное, то, чем я не очень горжусь, да? Ну, и буквально на заказе как раз у того нехорошего человека я попросил ребят, эмигрантов, сделать фотографию. Они сделали это, слали. Через какое-то время, видимо, занятая она, да? А она прислала. Срочно жду на съёмки, как только буду в Москве. Я думала, что меня снимет кто-то из её штаба, не она сама. Ну, мне повезло, это была именно Дуня. Теперь Надежда ходит по одним подиумам с Ренатой Литвиновой. Представляет Бальнисягу и Ветман. Вы знаете, основатель Ветма, он был удивлён, что я русская. Он на бэкстейдж говорил со мной на английском, я с ним тоже. Мне сделали мейк, он отказался от него. Он сказал, всё супер, всё отлично. Он говорит, ты русская? Не может быть. Я говорю, да, я русская. Он говорит, слава богу, я увидел человека, который не похож на те стандарты, которые касаются российского моделинга. В России, конечно, немножко меньше охотников на меня. Но если есть, это, как правило, думающие люди, слава богу. То есть это очень часто либо это гиперсостоявшиеся люди, либо это какие-то подростки. То есть ещё вступающие в разум, да? То есть которые ещё не состоявшиеся ни в обществе, ни под пятой, ни в строю. Понимаете, что очень приятно. Как правило, это так. Но вниманием я не обделена. Потому что хочется разнообразия. Потому что невозможно всё время смотреть на одно и то же. То есть когда ты всё время смотришь на идеальных девочек, кто-то в какой-то момент... Ну, во-первых, общее состояние, мне кажется, ментальное людей стало тяжёлым в этом отношении, потому что стало появляться ощущение того, что ты какой-то не такой, вот, если ты не можешь попасть в мир моды. А сейчас есть ощущение, что ты, ну, что любой может попасть в мир моды, хотя это всё равно не так, конечно. За шесть лет агентство разрослось до пятисот моделей, а Люмпины захватили даже поп-сцену. Правда, пока только парни. Стали звёздами клипа «Татарин» — 60 миллионов просмотров и группы «Серебро» — 38 миллионов. Кстати, муж Дуни тоже из Люмпинов. Первая звезда агентства — Севала Черепанов по кличке Север. Они познакомились, когда ему было 17. Парень только приехал из Твери. А в «Доте» сделала несколько снимков, через год он уже стал суперзвездой. И мы вышли с шоу, и это было очень странно, потому что куча стрит-стайл-фотографов, которые окружили нас, они кричали «Север, Север!» — его кличку из агентства. И я вообще, ну, то есть у меня в этот момент был какой-то очень странный дизайнерс, я не поняла, что я сделала. То есть года и даже год — это очень мало вообще для какого-то понимания вообще, что с тобой произойдёт. То есть, в принципе, договоры заключаются на год, на три года, на пять лет. То есть это нормальное развитие карьеры. Вот, год — это вообще ничто. Поэтому «Энбок» — это история, да. Ну, это та же там.